Шел бог знает какой день карантина. Мы развлекались как могли. Мы красили волосы, мы красили ногти. Иногда получалось удачно, иногда получалось как-то вот так вот. Но всех нас объединяло что-то одно, кроме того, что мы сидели дома. Нас объединяла... Еда. Бог мой. А шутки про LG еще актуальны. А то здесь так красиво, я перестаю дышать. И симс. Потому что все сейчас играют в симс. В этом видео я хочу показать вам самые простые и самые вкусные рецепты, которые вы сможете сделать дома. Я покажу вам рецепты, которые нравятся мне, нравятся моим друзьям, и которые реально, если вы повторите, у вас будет мега вкусная, отвал в башке, какая еда. А еще некоторые из них готовят ваши симсы. Смотрите, какая у меня горячая бабонька, а это ее брат, и он вампир кровопийца. Ну и лысика. Кстати, прошу прощения за мой замечательный макияж сегодня, просто так как карантин и делать нечего, я, кажется, решила научиться рисовать себе стрелки, поэтому теперь я рисую их по поводу и без, так что это видео про еду, но стрелки у нас будут из тиктока. Первый рецепт. Это одно из самых любимых блюд в американской кухне. Все американцы едят эту еду, и даже в симсах она есть, наверняка вы понимаете, чем речь. Это мак, не Дональдс, а мак энд чиз. Понадобятся макароны, сливочное масло 40-50 грамм, мука 60 грамм, молоко 450 миллилитров, полутвердый сыр 450 грамм, твердый сыр 100-150 грамм, специи. Очень, на самом деле, простое для приготовления блюдо, но от этого не менее вкусное. И да, мак энд чиз это не та самая история, когда ты просто варишь макароны и посыпаешь сыром. Нет, здесь все немножко сложнее, но ключевое слово немножко. Нам понадобится вот такая вот паста. Также подадут самые обычные, которые называются рожки. Рожки. Блин. Ну, короче, некоторые фанаты Мариан Ро. Их мы сразу ставим отвариваться, кипятим воду, засыпаем их и варим согласно тому, сколько у вас будет написано на упаковке, потому что у всех все по-разному. Есть очень важное правило, когда готовим мак энд чиз, использовать несколько сортов сыра. Я использую твердый и полутвердый. И сейчас буду между собой их перемешивать. Сколько конкретно нужно класть сыра, ответ, на который у меня нет вопросов, потому что все это очень индивидуально. Сколько почувствуете, сколько хотите, столько и добавляете. 2 столовые ложки с горкой муки, 40 грамм сливочного масла. Муку закидываем в наш сотейник, продруглевая минуту 2-3. Теперь уменьшаем огонь. Если до этого у меня была семерка, теперь оставлю на пятерку. Сейчас добавляем все сливочное масло, которое у нас там есть. И теперь ровно до того момента, пока не станет коричневая консистенция, все это размешиваем. Вот так, порция за порцией, в ожидании того, как весь сыр расплавится, мы добавляем постепенно. Один пак сыра за другим. Пак. Понимаете, да? Пак. Это когда-то на карантине так весело развлекаешься, что теперь пак. За одну минуту, примерно до того, как наши макароны полностью будут готовы, мы снимаем их с огня, сливаем воду и потом перемешиваем между собой. Если нам не лень, мы перемешиваем макароны вместе с соусом и отправляем их в духовку минут на 20-25. Потом едим. Вариант номер 2 для тех, кому лень, но я полагаю, что большинство из нас будет именно так. Мы сейчас просто сливаем макароны, кладем их в тарелочку, заливаем все это сырным соусом, отправляем в микроволновку на одну минуту и... Это не макароны. Это потрясающе вкусно. Я даже не знаю, что, да, пёсик, ты учел этот запах. Тебе теперь тоже надо? Боже мой! Ммм, оно очень вкусно. Только, опять-таки, когда вы будете готовить, особенно обратите внимание на ваш соус. Добавляйте столько специй, сколько вам будет нужно. Столько нужно перца, сколько нужно соли. А, возможно, если захотите, даже карри добавьте туда. И в рот хотят налить мне на насный сок. Кончайте, кончайте. Кофе из ТикТока. Все мы слышали о кофе из ТикТока. Кофе из ТикТока, божественная пенка. Лайфхайфик для кофе из ТикТока. Во-первых, вот сколько всего вам понадобится, можете скринлить. Кофе растворимый. Есть. Сахар обычный. Молоко. Есть. Чашка. Есть. Воды. Есть. Льда? Нет. Но я принесу. Раз, два, три. Месье, сельвепле. Вода. Две с половиной столовых ложки. Лу-лу-лу-лу-лу. Миндальное молоко. Момент истины. Будет ли кофе из ТикТока или нет? А, это очень вкусно. Ну, прям реально. Ммм. Жизнь в карантине приобрела новые краски. Новые краски особого ТикТоковского кофе. Попробуйте, не пожалеете. И наслаждаемся домашней кофейней на карантине. Рецепт тунцового сэндвича или сэндвича с тунцом. На самом деле, этот рецепт очень крутой. И, наверное, он вам понравится настолько сильно, насколько он понравился Тильке. Сейчас я расскажу вам одну очень интересную историю про Тильняшку. Когда мы недавно летали на отдых, Тильняшка постоянно брала себе сэндвич с тунцом. Постоянно. И в один день, когда мы решили над ней пошутить и сказать, Тилька, ты сегодня тоже будешь сэндвич с тунцом? Она реально выбесилась и расстроилась, что мы пытаемся ее каким-то образом вот так вот затроллить. Потому что ей реально настолько сильно нравился сэндвич с тунцом, что она даже ничего другого не пробовала практически в эту поездку. Так что давайте приготовим самый вкусный от палубашки сэндвич с тунцом. Смотрите, что нам для этого понадобится. Понадобится помидоры 1-2 на бутер, яйца по 1 на бутер, каперсы, тунец, консервированный красный лук, мазик, салат, винный уксус, сахар, хлеб. Нужно будет подготовить лук, так как без очень вкусного салатного красного лука ничего вкусного у нас не выйдет. Сейчас мы просто-напросто нарезаем его достаточно тонкими полукольцами. Скажи, пожалуйста, пес, а почему ты пришел на запах лука? Ты что, любишь лук? Ну ты, это же лук, ты что? Ну вот, правильное решение. Это что такое? Он ест лук! Пес, ты зачем это съел? Ты зачем съел лук? Вы реально видели когда-нибудь, чтобы животное охотилось на лук? Он реально хочет лук? Ну ладно, я отдам ему куски, которые не подойдут, если ты так любишь. Кажется, карантин подействовал на всех нас весьма деструктивно. Сейчас мы будем мариновать лук, чтобы он был не острым и чтобы не оставлял вот этих вот неприятных ощущений во рту, поэтому мы засыпаем лук вот в эту вот мисочку. Сверху заливаем его уксусом, у меня винный, и добавляем немного сахара. И оставляем тогда ровно до того момента, пока не закончим подготавливать все остальные ингредиенты. И теперь всю эту смесь при помощи вилки хорошенько между собой перемешиваем вот такими вот движениями расталкивающими. Мешаем, пока все это не станет примерно вот такой вот формы кэшообразной. Тонко нарезаем помидоры. Мы добавляем листья салата, но только на одну из сторон. Вот эта сторона будет крышка. Крышку мы вообще не трогаем, чтобы спокойно потом ее перевернуть и закрыть. И салат распределяем по бутеру. И все это покрываем сыром чеддер. Если любите больше сыра, то добавляйте сыр также на слой, который будет находиться вот здесь. Покажу вам, кстати, лайфхат, как очень круто отварить яйцо пашот. Потому что, как вы знаете, чтобы отварить яйцо пашот или не знаете, нам понадобится очень большой профессионализм и скилл настоящих шеф-поваров или поваров. Я не знаю. Но я покажу вам лайфхат. Для приготовления яйца пашот, о котором я говорила ранее, нам понадобится тарелочка, яйца и лекипиток. В тарелочку добавляем немного уксуса на глаз. Я добавляю примерно вот столько. Добавляем дальше соль. Тоже чисто на глаз. Перемешиваем потрясающе великолепную вкусную жидкость. Подливаем в нашу замечательную смесь кипяток. В зависимости от мощности вашей микроволновки, мы ставим вот эту вот штуку прямиком туда на одну или на максимум две минуты. Но, смотрите, если вы поставите на две минуты, то ваше яйцо пашот при мощной микроволновке превратится в яйцо, я не знаю, какое, короче, надо быть крутое. Все, одно из яиц я кладу прямиком сюда. Добавляем, конечно же, лук. Как раз кладем его в те прогалины, которые получились у нас между яйцами. Прогалины, которые получились между яйцами. Очень интересно, да, мне тоже понравилось. Если у вас вдруг нет прогалин между яйцами, не переживайте, это случается. И покрываем сверху. И яйцо потекло. Смотрите, как это вкусно выглядит даже сейчас. Если вы будете повторять какой-либо из рецептов, которые я вам покажу, обязательно отмечайте меня в моем инстаграме. Кстати, вот мой инстаграм. И я обязательно буду репостить вас к себе в сториз. Боже мой, это не сэндвич с тунцом, это сэндвич с божественным ангелом. Не то, чтобы хорошо было есть божественного ангела, но настолько вот это вкусно. Следующий рецепт будет для тех, кто запасся гречкой настолько, что уже просто не знает, что с ней делать. Признавайтесь, делали вы так или нет. У нас весь дом в гречке, поэтому я решила показать вам один из тех рецептов, который мне очень нравился, еще я не знаю, со времен, когда я ходила в начальную школу. Все очень просто. Берем гречку и отвариваем ее до той стадии, пока она будет полностью готова. Во время того, пока у нас варится гречка, мы с вами обжариваем фарш на сковороде. Добавляем немного масла. Постоянно теребонькой фарш, разбивая куски деревянной лопаточкой. И теперь накрываем крышкой. Это замечательное блюдо. Я взяла крышку не того размера. Я показываю людям, как готовить и что я ем, и взяла крышку не того размера. Я возьму немного зелени. У меня здесь укроп, пару листиков базилика и немного кинзы. И просто порублю эту зелень, чтобы потом дополнительно украсить, чтобы было еще вкуснее. По вкусу добавляем специи. Я люблю поострее, поэтому уже на это блюдо просто добавляю перец. Вот и все. Получается просто безумно вкусная еда. Я это очень сильно люблю. И в рот хотят налить мне ананасный сок. Кончайте, кончайте. Рецепт, который называется «Когда ты зажрался, но все еще голоден». Для его исполнения нам понадобится авокадо. Две штуки. Любая слабосоленая рыбка. И яичко. По одному на каждое авокадо. Значит, берем с вами авокадо и режем его. Вынимаем мякоть. Вот такое круговое движение делаем. При этом так, чтобы авокадо все еще, естественно, оставалось. Во. Эдим. Это тебе. Съедай. Так, теперь мы с вами разбиваем яички. И отделяем белки от желтков. Белки нам сегодня не нужны. И желтки заливаем в авокадо. В авокадо. Бумс. Все лишнее солью сюда. Ха. Закрываем желточек рыбкой. А те авокадо, в которых ничего нет, полностью закладываем рыбу, как вы уже поняли. Закрываем. Так, чтобы его никому не было видно. И запекаем вот такие вот авокадо в духовке в течение 5-10 минут. Яйцо должно схватиться, должно дойти до готовности. Но при этом, естественно, рыба и авокадо не должны сгореть. Поэтому смотрите и ориентируйтесь на мощность вашей духовки. Авокадо с лососем, особенно запеченое авокадо, имеет очень необычный вкус. Но поверьте мне, если вы любите что-то соленое в сочетании со сладким, и если вы любите вкус запеченной рыбы, вам это очень понравится. Потому что сочетание этих вкусов, оно просто великолепное. На самом деле очень скучно. Очень скучно. Но еда вкусная. Остается только есть, играть в Sims и смотреть YouTube. Кстати, напишите, кого вы сейчас смотрите из блогеров. Интересно. А то я уже не знаю, кого смотреть. Такое ощущение, как будто всех, всех захватило Sims. Хоть летсплей по Simsу снимай. Следующее, достаточно легкое, но не менее интересное блюдо, о котором, возможно, вы слышали. И это корн-доги. И не потому, что в них будет собачка, а потому, что это такая американская версия хот-догов. Хотя хот-доги это тоже американская версия сосиски в булке. Кстати, я никогда не понимала, почему хот-дог называлась хот-догом. И сейчас не понимаю. Здесь самый важный момент какой? Корн-дог. Корн это кукуруза. Поэтому нам в обязательном порядке нужна кукурузовая мука. Мы будем с вами мешать два сорта муки. Пшеничную и кукурузную. Сейчас мы будем всыпать оба типа этой муки вот в такую вот емкость. Очень важно, чтобы емкость была именно вертикально направленной, потому что вы вашу сосиску будете опускать вот таким вот образом, чтобы она полностью покрылась смесью, которая здесь будет располагаться. Сосиски разрезаем напополам. Туда вмешиваем одно яйцо и хорошенько размешиваем. Теперь к этой смеси, которая выглядит как комки, добавляем 40 миллилитров молока. Добавляем сначала половину, перемешиваем. Добавляем вторую половину. Берем масло растительное, обыкновенное и заливаем прям много. Так, чтобы каждая сосиска полностью туда заходила. Ну, понимаете, да, насколько много масла нужно? Уровень холестерина просто зашкаливает. Да. И теперь будем просто-напросто с вами ждать, пока это масло вскипит. И еще следующий момент, пока масло разогревается. У меня есть только вилка и зубные палочки. Куда-то я их делаю. Возможно, уже их нет. В идеале этот рецепт нужно делать исключительно с длинными такими палочками, которые называются шпажки. У меня их нет, потому что я не знаю, куда их делаю, мы не смогли их найти. Поэтому я буду насаживать все это на вилку или на зубные палочки, а потом кидать прямо туда. Выглядеть это будет не супраэстетично, но если у вас есть именно шпажки, то будет совершенно другое дело. Через пару мгновений достаем нашу сосисечку. И достаем наш корндог, и вуаля. Ну, вы понимаете, да? Как бы это было выглядело в 10 раз круче, если бы была у нас палочка. Но главное же не палочка-выручалочка, а главный вкус, не так ли? Это как бы ноги, и он как бы убегает. Не ешьте меня, пожалуйста. Алле-оп. Давай, пятка, уходи. Отлично. Ребята, я не знаю, как именно у меня получилась жареная курица и сосиски, но, кажется, мы только что открыли с вами супер-рецепт. Это же реально. Это жареная лягушка скорее. Нет! Это похоже на курицу! А мне кажется, похоже на лягушку, типа лапротый. Да чистая курица! Что это, по-вашему, курица или лягуха? Ну, кислота. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я объелась, я просто умираю, но это сладкая и вкусная смерть, потому что еда получилась невероятно вкусной. Обязательно ставьте лайк, и приятного вам аппетита! Пока!